Как телеканалу или видеоблогеру организовать работу в прямом эфире? Какую программу выбрать для ведения онлайн-трансляции? С какими трудностями можно столкнуться во время прямого включения с места событий? Эти и многие другие вопросы обсудили участники семинара по онлайн-вещанию, который организовал телеканал ЛРТ совместно с компанией Avestream. Телеканал ЛРТ совместно со своим партнером компанией Avestream провел семинар по организации прямых эфиров и онлайн-трансляций. Слушатели – специалисты сферы видеопродакшена. Главная тема обучения – как в условиях ограниченного бюджета реализовать профессиональное вещание медиа-контента в сеть интернет. Мы собрали сегодня большое количество коллег именно для того, чтобы рассказать им, что помимо традиционных дорогих решений, к которым многие продакшены уже привыкли, существуют также и, так сказать, более бюджетные, но при этом не менее хуже работающие. В качестве такого решения Avestream предлагает программу VMIX. Она делает онлайн-трансляцию дешевле и проще в реализации, а значит, ей могут пользоваться не только большие компании-производители контента, но и видеоблогеры. Видеоблогер – он ютуб, который захочет выйти в прямой эфир. Ему с помощью VMIX будет выйти в прямой эфир гораздо проще и интереснее. И он будет выглядеть сразу очень хорошо и профессионально. Вопрос удешевления выхода в прямой эфир – один из основных, который волнует всех игроков рынка онлайн-трансляций. Александр Матросов приехал на семинар из Ижевска специально для того, чтобы узнать секреты бюджетного вещания. А так как я все-таки приехал за секретами, я решил стримить сам для себя, для своих ребят. Ну, руки трясутся, поэтому я использовал селфи-палку. Я вот так вот ее поставлю на стул. Ну, а батарейка садится, вот пауэрбанк. Поэтому у меня онлайн-стрим, в общем-то, за копейки. О работе программы VMIX на основе кейсов телеканала ЛРТ рассказала главный редактор Светлана Дембицкая. Мы решили для себя, так как мы небольшое региональное телевидение, и мы столкнулись с очень многими проблемами. Когда мы очень хотели перейти на новости в прямом эфире, это довольно затратно. И с помощью данной программы мы поняли, что на самом деле выход есть. И мы хотим этим выходом поделиться с такими же региональными компаниями, как мы. В ходе семинара слушатели задавали практические вопросы. По словам организаторов, первая встреча представителей видеопродакшена показала горячий интерес к недорогим решениям в трансляции контента. Поэтому прошедшее обучение станет началом серии встреч, посвященных бюджетным прямым эфирам. Александра Томей, Дмитрий Радзянко, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.